Приветствую, друзья! Вы на канале OnlyTopGames, с вами Громбал и его семейка в Miss Survival. Мы продолжаем выживать в нашей интересной игрухе и напоминаю, что по данной игре проводится розыгрыш, в котором вам не нужно делать абсолютно ничего. Просто наблюдайте на протяжении серии в своей буковке или циферке ключика Steam и если вы счастливчик, вам повезет и вы первый соберете и получите эту игру совершенно бесплатно. Итак, друзья, Кейт, это Кейт, это Скотт и там ходит наша... Как же ее зовут? Подождите, это Кейт, е-мое, как я мог перепутать, а это у нас Рэйчел, е-мое, да, наша любимая жена Рэйчел. Так, короче, на чем мы закончили в предыдущей серии? В предыдущей серии я построил курятник, друзья, и как вы видите, у меня тут небольшое добавление, пополнение живности. Я словил еще две курочки, но почему-то где мои положенные яйца? Нет у моих яиц, я хотел уже омлетик попробовать, приготовить или выпить сырыми, но не знаю, короче, яиц почему-то нет. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что я делаю не так. Так, второй пункт, еще один, короче, пункт, который я хотел проверить, это наша Small Trap. Маленькая ловушка. Вы мне написали в комментариях, что она не ловит кур или каких-то там кроликов, она ловит типа мелких грызунов, оказывается, но ее нужно зарядить. И я насобирал, нашел эту ягодку, Blueberry она называется. Давайте попробуем ее туда зарядить и посмотрим, а что, собственно, будет. Ну, я так понимаю, снова придется мне какой-то... Опс! Ай! Зачем я это сделал? Так, подождите, снова давайте установим нашу ловушечку. А пропала там ягодка или нет? Вот в этом вопрос. Ягодка пропала или нет? Нет, ягодка осталась, все нормально. Ну, окей, ладно, посмотрим со временем, что произойдет. Словлю я хоть какого-то грызуна или нет и будем за этим всем делом наблюдать. Так, друзья, чем мы займемся с вами в этой серии? У меня все функционирует, как вы помните, да, вот все прогрессирует. Алкоголь, делается бинты, делаю, короче, в принципе, мы с вами нормально живем. Крафтим мясо, запасы, кстати, уже еще не попортилось. Нет, еще нормально, как бы 43% можно с собой вот так вот взять. И немножко, давайте сразу его и покушаем. Так, посмотрю, что у меня по водичке, проверю свои запасы, возьму, если что, в дорожку, да, с собой. Так, и у меня осталось пол-литра. Пол-литра это, конечно, не той жидкости огненной, но как-то маловато, да. Давайте пополним свои запасы чистой дистиллированной водичкой. И я покажу, чем я думаю заняться в этой серии. Меблировочка моей комнаты, вот такого рабочего, в моей зоне рабочего помещения. Я уже перепугался, думал, начинается туман. Да нет, вроде все нормально. Так, вот такая у меня все, я собрал все станки рабочие, прокачанные, работают. Пилорама работает, все, короче, все хорошо. Хорошо, это станок репейер, который помогает восстанавливать, чинить оборудование. Так вот, друзья, и остался у меня, как вы видите, один станочек, который я не могу собрать. Потому что доски у меня есть, шестеренок я могу наплавить, инструмент для этого есть, присутствует. Но, как вы видите, вверху копер ингот и айрон ингот. Мне нужны слитки, я так понимаю, меди и стали, которых у меня нет. И которые мы с вами должны обязательно добыть. Поэтому мы отправимся в то место, где мы сможем их добыть. Правда, меня уже предупредили, что нас там поджидает самая большая опасность в игре. Что ж, давайте это проверим. Но, я вот что думаю, у меня проблемы с пикапом. Кто не смотрел, кто не понимает, пересмотрите предыдущую серию. У него полностью отсутствует задний ход и задняя передача. Все же, мне кажется, из-за этих ящиков, которые я туда наложил. Но мне их очень жалко снимать, и я не хочу это делать. Поэтому, я предлагаю, я не понимаю, почему до сих пор я не собрал вот эту точилу. И давайте восполним этот, скажем так, проблему. Тем более, все детали, все запчасти у меня уже в двойном размере по-любому имеются. Посмотрите, уже только колес даже куча. Это в одном ящичке. Есть еще и в другом. Так, 100% свечи, посмотрите. Аккумулятор, дайте нам-ка получше. Есть еще и в этом ящичке. Смотрите, 79%. Шикарный аккумулятор. У нас единственная проблема с движком. Самый лучший мой движок, если не считать. А какой вот это валяется? Блин, ну ладно, давайте cancel. Вот так. Не хочется мне снимать, но чтобы подобрать движок, вот так вот. Вот я подниму и посмотрю. Да, конечно, стоило того. Конечно, стоило. 65% движочек у нас имеется. Так, давайте восстановим и заодно вспомним, а где же, собственно, этот станок находился. Где-то в самом конце. Да, это самый топовый последний станок, который, по идее, друзья, должен использоваться для крафта патронов. А с патронами у меня большие проблемы. Давайте посмотрим. Нет, Рэйчел, этот топорик не для тебя. В пистолете, в принципе, еще более-менее, то есть в сумме 19 патронов есть. В эмочке 23 патрона. Получается, в моем дробаше 79 16 не так и много. А вот в снайперке вообще 0. 0, друзья. И поэтому мне очень хочется ее зарядить, посмотреть, а как же с помощью него ее можно расправляться, в принципе, хоть с бандосами или с чем-то с животными. Мы устроим какую-то тестовую охоту. Выглядит она, конечно, прорисована классно. Но проверить я ее не могу, потому что патроны отсутствуют. Поэтому давайте сделаем что-то и отправимся за патронами. Так, что я собирался сделать? Я собирался, друзья, собрать точилу. Собрать точилу для этого у меня, в принципе, все должно иметься. Давайте забрасываем сюда аккумулятор. Самый лучший из тех, что у меня имеются. Так, хорошо, аккумулятор стоит. 100% свечи. Вообще шикардос. Так, 100% свечи. Движочек, ну, 65%, я думаю, более-менее живем. Так, ладно, и 4 колеса вообще 100%. По 10 минут мы их устанавливаем. Пользуемся, видать, каким-то домкратиком. И все у нас, в принципе, должно пройти легко и быстро. Если, опять же, если мне что, сглазил? Только не говорите, что сглазил. Я хотел сказать, если мне не помешает туман. Давайте сделаем вот так вот хитро штучка. Сейф-гейм. И если на меня нападут зомби, потому что, ну, не хочу я, друзья, уже столько раз я перегружался и возвращался из-за пикапа. Поэтому давайте дособираем по-тихому, по-быстрому нашу машинку. Я надеюсь, зомби меня не спалят. Ну, а если спалят, что ж, видать, не судьба. И... Да, 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 пошла музычка, музычка. Рэйчел выглядывает, смотрит, зомбаки ходят, все хорошо. Вы хоть дверь закройте в дом, блин, ё-моё. Так, короче, как вы видите, да, у нас машина собрана. Ну, а единственная проблема ноль. Топлива-то ноль, друзья, литров. А что у меня в канистре имеется? 4,90 литров. С такими расходом топлива, как в этой игре, этих мне практически 5 литров хватит на очень и на очень долго. Я, кто помнит, в самом начале заправил свой пикап на 20 литров. Давайте проверим, а сколько же в нём осталось. Осталось, друзья, 17,21. Вот сколько я ездил и потратил практически всего лишь 2,8 литра. Это вообще полностью фигня. Так, я что выключал? Ты это, не-не-не-не, ты давай работай, работай, потому что там свет, друзья. Там же свет, как бы всё хорошо. Зомби должны отпугиваться от этой лампочки, я не знаю, надеюсь. Что испугаются и не придут к нам в дом. Так, в принципе, 15,20. Можно было бы переночевать, но не хочется мне растягивать это время. И давайте с вами... Я думаю, мы будем потихоньку-потихоньку отправляться в путь. Нет, нет, друзья. Мы не будем с вами ещё отправляться в путь. Блин, а знаете почему? Потому что к тому, куда я собираюсь, к тому месту, нужно подготовиться. Видишь, шестерёнки даже у меня есть, всё есть, но не тут-то было. Так, чтобы, получается, отправиться в путь, друзья, и делать эти патроны, нам нужны слитки. Да, блин, зомбаки ходят рядышком, близко. Ай-яй-яй, стрёмно. Нам нужны слитки, друзья. А чтобы сделать слитки те самые, нам нужна руда. Ну, это, в принципе, логично, да? Так, 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 а где мои вообще вот эти... Так, это есть, это есть. Подождите. А, вот, имеется хлам. Мне нужно немножко, друзья, вот этого хлама. Так, и этот хлам мы, в принципе, можем же и сюда. Да, видите, как удобно, когда печка прям у вас в доме. Как же это удобно. Всем советую, ставьте, рекомендую. Вот, плавьте у себя железо, прям вот в спальне можете поставить, и всё нормально. Ну, у меня, скорее всего, в зале стоит, да, в гостиной. Так, 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 так. Ну, блин, рядышком ходят. Мне, знаете что, мне нужно как-то... Ага, здесь у нас пресет есть, а в сабнатике почему-то нет. О, стреляет! Вы слышали, стреляет! Кто стрелял? Где стрелял? Кто стрелял? Покажите, это же мои красавцы, по идее, должны стрелять. Ну, 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 где? Кто валит? Вы посмотрите, первый раз в игре. А где, откуда они стреляют? Первый раз в игре. Мои, блин, защитники, найдесь. Ё-моё, да что ж ты делаешь? Он забор лупит. Ё-моё, гад такой. Он лупит забор, вы посмотрите на него. Ты чё делаешь? Ты, 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 блин, я тебя нет. Я не пущу тебя. Вы посмотрите, я построил, друзья, двойной заборчик. Насколько я понял, он его сломал там какую-то часть. Или у меня даже тройной был забор. Но, Рэйчел, Рэйчел молодец. Рэйчел сработала. Посмотрите, как она сражается. Я надеюсь, ты не разбомбишь нас забор, Рэйчел, блин. Ё-моё, здесь уже нужно восстанавливать заборчик. Нужны гвозди. Всё это, в принципе, у меня где-то тут есть. Имеется. Да, гвозди есть. А что там ещё нужно было? В зубы молоток и одну доску. Так, в зубы молоток, в зубы молоток и одну доску. Так, снайперку это я так чисто, друзья, пугаю его своим видом. Так как вы знаете, что в снайперке у меня патронов ноль. Но он-то не знает этого. Тем более, он тупой зомби. Ха-ха-ха, я надеюсь, прокатило, да? Так, хорошо. Рэйчел, Рэйчел, там гадь, боже, Рэйчел. Мне кажется, ты разбомбишь весь наш забор. Подожди, Рэйчел. Так, реперментелли теперь 20%. А, F, F, F надо нажать. Понял. F-очка нажимается. Ага, вот так мы по доске вбиваем. Понял. А сколько надо было больше досок взять, друзья? Да, понятно. Можно было взять ещё досок. То есть, одна это за один раз вбивается, грубо говоря. Короче, вот такой у нас идёт деф-базы, можно сказать, от зомбака, который пытается влезть к нам в окно. Сколько я уже досок туда вколотил-то? Я не пойму, уже штук пять. Пять штук мы наколотили. Рэйчел стреляет. Кстати, напоминаю, кто не знает, у Рэйчел всего один патрон. Но вы видите, да, чудеса физики и не знаю, чего даже, какого там. Ё-моё. И сюда лезет. Ай-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Он сейчас залезет. Ё-моё. Эй, мне так не нравится. Мне так не нравится, друзья, товарищи. Короче, зомби что-то вообще посходили с ума. Они так раньше вроде не лезли. Эти заборчики спасали. Вы посмотрите, я же вроде бы нормально построил. Что происходит, блин? Тем более, уже рассвет. Ё-моё. Вот такой у нас получился жесткий деф базы, можно сказать. Так, куда он побежал? Куда ты там побежал? Куда? Иди сюда. Иди сюда. Побежал он, блин, ломать мои... О, а за ним Кейт бегает. Вы посмотрите, Кейт в ш... Не, мне показалось, что она в каске. Нет. Но молодец. Молодцы, девчонки. Девчонки отработали на ура. И у меня возникает всего один вопрос. А где, ё-моё, Скотт? Скотт, ты, блин, халявщик. Посмотрите, девчонки дефали. Полностью задефали нашу базу, наш дом. Отбились от зомби. Кейт стреляла, Рэйчел стреляла. Всё, бегала, даже за зомби преследовала. Где в это время был Скотт? Меня интересует этот вопрос. Скотт, блин. Скотт, зараза, ты где? Не, ну вы посмотрите. Ё-моё, дезертир такой позорный. Ай-яй-яй, Скотт. Ну, ё-моё. Ещё скажите, что он... А, ну всё, друзья. Ну, не, ну всё. Тогда нет претензий. Всё произошло, как обычно, друзья. Скотт медитировал, упершись лбом об дверь. Ну, это его обычное состояние. Не обращайте внимания. Он летает где-то там в облаках. Смотрите, Скотт у нас самолётик. И полетел, и полетел. Какие там зомби? Какое там нападение? Какое там туман? Нет-нет-нет, зомби. Скотт, иди летай, иди летай дальше. Боже, у меня от этого Скотта просто нет слов. Нет слов. Так, короче, хорошо. Что я хотел, друзья, перед тем, как начался туман, и мы начали с вами дефать базу. А я хотел, друзья, дойти вот до этой кузницы и посмотреть тот инструмент, который мне нужно сделать. Кстати, ступку нашёл. Наконец-то. Вы мне писали, что с помощью ступки что-то можно делать. Кажись, порох. Не помню. Кажись, порох. Так вот, здесь должен находиться инструмент, не мачете, но который мне тоже окажется полезным. Вот она, друзья. Вот кирка. Мне нужна кирка. Для этого мне нужно 8 слитков, которых я поставил плавиться, и 8 досок. Так, ну с досками проблем не должно возникнуть. Но вот, ну вот, девчонки, вот молодцы. Молодцы, спасибо вам большое. Отдефали наш дом. Пожалуйста, велкам. А Скотта мы оставим снаружи. Не заслужил, собака такая. Ах ты, блин, сюда пришёл. Так, ладно. Мне нужны, получается, доски. Доски, доски, доски. Мы гребём досочки. 8 досочек. И посмотрим, что там у нас наплавилось вот прям в нашей гостиной печка. Что тут она налупила. Готова, не готова. Да, вроде бы всё готово. Всё. Я, в принципе, готов, чтобы сделать инструмент. Инструмент кирка, которая мне должна помочь развиться дальше. То есть, мы должны уже открыть последний топовый. Ну, в принципе, больше здесь, в принципе, делать нечего. Когда я начну крафтить патроны. Так, конечно, yourself мы сами будем делать. Потому что на Скотта полагаться нельзя. Он у меня, зараза, не хочет работать. Как я его не ставил. И не принуждал это делать. Он отлынивает. Поэтому как-то вот так. Всё, друзья. У меня, наконец-то, появилась кирка. Так, я готов. Я, в принципе, готов. Ну, что тут с нашей ловушечкой? Ну, ё-моё. Ну, как тут? Ну, ничего не ловится. Я не знаю, что должно. Small Trap. Что должно произойти. Как её юзать. Она вроде бы активна. Она вроде бы активна. Но я не понимаю. Но почему-то, видите, вот и приманочка показана. Что есть. Пока что никаких грызунов или что-то не появилось. Возможно, друзья. Давайте проверим. Всё равно уже темнеет. По-тёмному я не люблю куда-то отправляться. Куры бесятся. Испугались, наверное, в перестрелке. Посмотрите. Их колдырит, блин. Не по-детски. Одна хочет выйти. Но хорошо, что я здесь поставил дверцу. Так, ладно. Я предлагаю, что Рэйчел. Рэйчел домой. Ладно. Рэйчел, надеюсь, вернётся. Кейт. Ты тоже хочешь выйти? Ну, в принципе, как показала практика. Снаружи наши бойцы, в принципе, полезнее, чем где-то в доме, упершись об дверь. Так, ладно. Давайте я предлагаю, друзья, поспать немножко. Поспать. Сейчас выложу гвозди, которые мне мешают немножко. Потому что не люблю я захламлённый инвентарь. Молотка мне тоже уже больше не нужно. Остальное всё, в принципе, пригодится. Так, короче, идём в спальню. И сколько сейчас времени? Шесть? Да, рано, рано, рано. Конечно, я ложусь спать. Но если мы поспим с вами, друзья, часиков десять где-то, я думаю, как раз встанем к рассвету. Полностью будем полный сил. Сколько сейчас? Четыре сорок четыре утра. Ну, более-менее должно быть нормально. Давайте приведём себя в порядок. Для этого нам нужно... Нам нужно... Нет, давайте сразу покушаем. Тем более нужно кушать мясо. Оно скоро у нас уже будет пропадать. Так, что вот тут у нас? Полностью, по фуллу. Отлично. Покушали по полностью. Так, until and not. Полностью пьём. И мы просто красавцы. Посмотрите, все показатели на максимуме. Время сейчас пять утра. Рассвет замечательно. Девчонки, заходите в дом. Так, хорошо. Я готов. Я готов, в принципе, ехать. Топливо заправлено. Мы не будем использовать. Проверим наших курочек. Где мои яйца? Ну, друзья, ну что такое? Одна вообще, блин... Куда стоять? Стоять, стоять бояться, блин. Вы подпад... Одичала. Как она могла в курятнике одичать? Убежала только так. Ну, вы посмотрите. Вот эти хоть колбасит, но они на месте находятся. А эта бегает. Мало того, что яйца не несут, и еще и сбежать хотят. Ну, вообще, ну, вообще. Так, короче, что у нас с ловушечкой? Целая ночь прошла. А нифига с ловушкой. Ничего, друзья, с ловушкой. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что я делаю не так. И как, собственно, нужно с этим бороться. Не пойму я. Так, короче, мы в наш... Что это у нас? Рейндж-ровер, да? По ходу дела. Так, заводимся. Где тут мои, вспомнить бы, фары? Ага, вот так вот. И отправляемся в путь. И ехать нам, в принципе, друзья, долговато. Ну, примерно, как бы, в принципе, да, в самую почти дальнюю точку. Только с другой стороны карты. Так, давайте я на нормальное трассу шоссе выеду. И оттуда уже будем базироваться. Так, это у нас развилочка. Кто не знаком с Miss Survival, рассказываю. Это развилочка. Бигборд, первый магазинчик, который мы облутали. Дальше идет, вот там чуть-чуть правее, вторая уже бандитская база. Там второй заложник был. Здесь у нас блокпост, получается. Бандосы рессаются. Сейчас будут, я думаю, стрелять. Нужно их побыстрее. Да, вон, вон, вон ходят. И сверху там был пикап, друзья. Но, ой, 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 ой. Е-мое, только не говорите, что я снова застрял. Так, давайте по-тихому выйдем, пока нас бандосы вон ходят. Видите, не обнаружат. Но у меня теперь есть волшебное средство. И называется оно Домкрат. Давайте попробуем вот так вот его юзнуть и прям вот переставить. 30 минут, правда, стрёмно, что меня найдут бандосы и застрелят. Ну, вот так вот на глазах у них мы переставляем свою машинку. Едет? Заводись. Завелась и едет. Вот вам полезность Домкрата. Так, здесь находится еще один пикап. Но, в принципе, он мне больше и не нужен. Перемещаемся с вами дальше. Блин, жалко. Я не могу посмотреть, сколько сейчас время. Но еще рано. Еще рано. Все хорошо. И здесь находится вот такая, получается, еще один блокпост. Мы здесь с вами убивали Мишку. Походу, он уже исчез. Да? И дальше мы ехали, поворачивали направо. Там третий лагерь бандосов. Там вот такая газовая станция или что-то находилась в том роде. Там сидит снайпер очень внимательно. Справа, кстати, газовая заправка. А вам нужно повернуть, получается, налево. Вот здесь мы с вами еще не были. И я предлагаю потихонечку, потихонечку здесь немножко исследовать. Сильно патронов я тратить не хочу. Поэтому, друзья, если будут какие-то рядовые обычные зомби, я не буду заходить в этот дом. Но если будет дом обычный, без хрюканья и улюлюканья, то почему бы и нет. Но на всякий случай, конечно, дробаш перед собой и вперед. Так, короче, здесь тишина, здесь никого нету. Можно немножко подлутаться. Сильно тоже я лутаться и не собирался. Я здесь хочу посмотреть вообще какая здесь обстановочка. Что здесь интересного есть? Картины. Интересные картины здесь. Бутылочки. Бутылочки мы теперь знаем, что они нужны для производства алкоголя. Который, в свою очередь, идет на крафт бинтов. Да? О, патроны. Нет, это просто губка. Я зачем вообще захожу теперь в эти дома? В принципе, у меня все есть, все хватает, кроме патронов. И я очень надеюсь где-то здесь найти еще, друзья, дополнительные патроны. Потому что, как я и говорил, мне написали, что меня ждет самая большая опасность в игре. А к самой большой опасности, конечно же, нужно основательно подготовиться. И не пустыми бутылками, блин. Так, бутылки. Сколько можно было квасить? Так, е-мое. Так, красиво. Все красиво. Раньше здесь находилось до прихода зомби. Но пока что бесполезные мои поиски. Я ищу патроны. Ну, еще было бы неплохо, знаете, что найти? Кстати, рюкзак. Мне осталось найти, друзья, два рюкзака. Ну, или полтора. По-правильному полтора. Потому что один рюкзак открывает два слота инвентаря. А мне, у меня, получается, три неоткрытых. Это как раз. Ну, полтора рюкзака, я думаю, не бывает. То есть, нужно найти два рюкзачка. Кто знает, где я еще не был, где не лутался, напишите, пожалуйста, в комментарии. Потому что очень хочется уже разблокировать полностью весь свой инвентарь. Патроны, патроны, патроны. Не зря зашел. Отлично. Так, патрончики есть. Хоть какие-нибудь чемодан. Не буду брать, как бы, но запомним. Если что, можно будет на нашем глючном пикапе вернуться. Хотя, мне кажется, и с нашими чемоданами ему уже там так тяжко. О, вот это классная бутылка. Я теперь понял ценность бутылок. Зеленые бутылочки, в принципе, валяются везде. А коричневые бутылки, это, друзья, те две штучки. Ну, у меня, получается, за сутки всего две штучки таких бутылок делается. И из них с помощью ткани еще пропитываю. Получается, это спирт пропитывает тканью. И получаю бинт. Раз в сутки из двух бутылочек. Поэтому коричневые, соль, понятно, для готовки. Поэтому коричневые бутылочки, вот такие темненькие, они очень, получается, вот такие ценные. Вот эти бутылочки ценные, остальные барахло. Так, короче, ладно, поглутались немножко. Дом без нежданных гостей, зомби нет. И видите, да, дорожка вот такая, нужно как-то лавировать. Так, что, кто здесь еще здесь? Здесь куча домиков, и, в принципе, мы сможем с вами их осмотреть. Но только очень осторожно. Я не хочу хрюканье. Я их слышу, друзья. Есть, есть, где-то, где-то там есть хрюкать. Я не хочу, понимаете, не хочу я тратить патроны. Вот там ходят, ладно, пусть ходят. Я буду экономить патроны, по крайней мере, до того времени, пока я их сам не начну крафтить. Вот когда я накрафтю патронов, вот тогда я пойду разносить всех и вся. Так, бензинчик есть? Небогатый. Зато есть куча чумоданов. Так, что здесь? Хрюканья нет? Давайте послушаем. Вроде нет. Если нет хрюканья, значит, можно заходить в дом. Ага, а он даже закрыт. Нам нужно использовать лом или отмычки для взлома. А, смотрите, а эта дверь открыта. Обманули. Хорошо. Так, заходим, проверяем ящички. Да что-то какие-то пустые дома. Я вот когда начинал игру, и мы там исследовали, лутались, и в том же отеле. Ух ты, вот это прикольно. Если бы... А, ну здесь можно, в принципе, было бы поставить дверку и тоже смотреть, как зомби бегают и бесятся. Это тебя не могут достать. Прикольно. Красивые предметы, утвари, все так симпатичненько. Так, хорошо. Но ничего особо нет. И это меня не очень-то радует. Да все же нужно взломать. Вы посмотрите. Пять минут, но тем не менее, прочность лома тратится. Ну, насколько я помню, топорик. Топорик пригодится. Чумодан. В чемодане патронов нету. Где мои патроны? Дайте мне патроны. Я ради патрона вообще сюда и залез. Так, бутылка. Эта бутылка не очень ценная. Но почему-то мы ее даже тоже не можем взять. Ну и ладно. Так, хорошо. Еще две комнатки. И все надо взламывать. Посмотрите, как позапирались. Судя по тому, что дом пустует, не очень-то вам это и помогло. Патроны. Двенадцатый калибр. Да, получается. Так, это еще тоже материал для крафта. Носки везде валяются. Так, open. Блин, да особо ничего ценного и нет. Да, комод не открывается. Дам-дам-дам. Все, ничего нет. Ладно, еще одну дверь и будем двигаться даже. Ну, здесь полнейший хаос и беспорядок. Гитара. Кто-то хорошо отвисал. Да, блин, присядь. Я хочу, чтобы ты присел. Ну, посмотрите, как вообще. Вообще пусто. Вообще пусто. Носки и гитара, блин. Все, что здесь ценного есть, да? Да, но не для нас. Так, короче, ладно. С домиком закончили. Мне кажется, нам можно с чистой стойкостью двигаться дальше. Так, машинка, багажник. Да вообще все пусто. Ё-моё, ну как так? Ну, нечем поживиться. Вот такой вот заброшенный городочек. Там еще два есть домика. Не знаю, буду я заходить или нет. Послушаю. Хрюкают, не хрюкают. Там хрюкают, там не хочу идти. Не хочу тратить патроны. Так, пробираемся. Пробираемся потихоньку, друзья, дальше. И сейчас мы должны куда-то выходить. В интересное место. Так, слушаем. Хрюканье есть? Вроде бы нету. Если нет, значит можно заходить. Да, да. Ну, заходим с обрезом. Ой, домик похож. Домик похож на тот, что мы исследовали. Ну, это понятно, друзья. Как я и говорил раньше, разработчик всего один. И что же вы от него хотите, чтобы он надел вам куча разных домов, кастомизированных, каждый отдельно. Ну, это было бы нереально. Зато посмотрите. Ну, вот красиво, реалистично выглядит бильярд. Кстати, мне кажется, такой дом мы сразу исследовали сами еще в самом-самом начале озера. Похожая, вот да. Похожая планировочка. Точно там так все было. Но что-то эти домики меня не радуют, потому что здесь как-то, ну, вообще все печально-печально. Ничего вкусного нету. Я до сих пор не нашел ни апгрейда рюкзака, ни каких-то нормальных пачек патронов. Ну, вообще, посмотрите, даже в ящичках все пусто. Может, он как-то и не успел допилить здесь все. Хотя, ну, утварь, инвентарь, меблировочка же все-таки присутствует. Присутствует. Ладно, давайте, ой-ой-ой, опять нужно взламывать. Ну, я надеюсь, не зря я порчу с прочность своего ломика и что-то. Хоть что-то. Да, хорошо, согласен. Каску мы нашли. Отлично. Эквипмент. У нас 84. Нашел на 15%. Оу. Зато два железных ящичка. Но сейчас мы их тащить не будем, потому что мы не на пикапе. Ну, и все равно, в принципе, да, ничего, эти шкафчики не открываются. Все равно ничего вкусного и полезного. Так, еще одна из дверь. Опять нужно взламывать. Взламываем, смотрим, проверяем, что за ней, собственно, будет. Ванная комната. И ничего. И снова ничего. Это, знаете, так, приз. Повезет, не повезет? Так, приз. Выбираем приз. Давайте взламываем дверь. И посмотрим, что за ней там интересного есть. Да, опять ничего. Да, ну что ж ты будешь делать? Дайте мне патронов. Патронов. Ну, третий ящичек уже даже открою специально. А то потом начнут писать в комментариях, что невнимательно ты все исследовал. Посмотрите. Вроде бы внимательно. А ничего нет. Вот кроме фотографии песика. Ну, ничего. Ну, вообще нет. Не понравились. Мне эти дома. Какое-то странное поселение. Они, походу, когда убегали, у них много было времени. Можно разбыть было машинку. Много было времени, и они вывезли все, что могли. Вот, жилобы такие. Так, короче, ладно. Там есть еще один домик. Я не знаю, даже стоит его исследовать или не стоит. Ну, ладно. Для очистки совести мини-озеро. Прикольно. Так, для очистки совести я зайду, гляну, послушаю. Нет, там есть зомбаки, друзья. Я не буду заходить. Я не буду заходить, чтобы не тратить патроны. Короче, это два домика. Здесь есть зомби, которые мы с вами потом почистим. Я надеюсь, когда я смогу, если я смогу вообще крафтить самостоятельно патроны. Это моя цель. Сейчас номер один. Потому что без патриков, ну, как вы видели, делать здесь практически нечего. И мы что видим, друзья? И очередной. Я уже сбил со счета какой пикап. Это уже или пятый в игре, или шесть. Кто-то писал в комментариях в игре. Хрюкает, друзья. Хрюкает. В игре пять или шесть пикапов. Мне кажется, мы нашли, если не все, ну, то пятерочку их точно есть. Так, короче, ладно. Кому надо пикап, приезжайте, забирайте. И мы с вами попадаем, да. Начало того, что я, собственно, друзья, и искал. Кто не видит, там есть еще один домик на горе. Интересно. Так, кто не видит, это уже пошла военная техника, да. Поржавевшая. Но военная, друзья. И это целая настоящая военная база должна быть. Одну военную базу мы с вами уже... Военный лагерь, военную базу находили. Так вот, это еще одна. И она уже должна быть намного поинтересней. Так, хорошо. Так, давайте посмотрим, что это еще за домик. Красиво, кстати, посмотрите. Индивидуальное парковочное место. Красивый пейзаж. Красивый вид. Окружающий лес. Гараж, в который можно загонять машинку, мне кажется, да. Не выломанные двери. А чем вам не место для новой базы? Если здесь нет зомби, то, в принципе, если вам понравилось это место, вы можете выбрать себе базой и здесь и поселиться. Так, отлично, отлично. Все это то, что я хотел. Ну, давайте посмотрим, друзья. Один слотик. Половина рюкзачка. Мне осталось все. Мне остался всего... Батончик, шоколадочка. Мне остался всего один рюкзак. Найти, и у меня будет фулл инвентарь. Кто знает, где остался последний, пожалуйста, напишите в комментариях. Буду признателен, потому что очень хочется открыть все слоты инвентаря. Так, ну, подбираем бутылки. Бутылки, как люди в панике, видать, бухали в отчаянии. Хотя, возможно, там была просто питьевая жидкость. Так, так, так. Терраса красивая. Да, все можно поставить, загородить, и вам зомби не страшны. Хорошее, в принципе, тоже место. Зомби нет. Можете сделать своей базой. И гараж тоже огородить. Закрыть. Ткань. Ткань. Это мне ткань нужна. Ткань нужна, друзья, для крафта бинтов, помимо прочего. Поэтому ткань лучше подбирать. Так, давайте взломаем. Хороший домик. Мне понравилось. Здесь был рюкзак. Значит, он автоматически делает его хорошим. И еще бы какую-то... Во! Ну так отличный домик. Тихо, тихо, тихо. А почему я не могу взять? Кстати, у меня с пистолетом проблемы. Ну как проблема? Он-то у меня... Да, 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 ну... Во, пикап. Он-то у меня имеется, но у меня их совсем мало. У меня всего, кажется, два. Да, кажется, два вот этого пистолета. Я хотел еще своим, получается, друзьякам на базе дать. Своим воинам, хотя бы девчонок вооружить. Потому что скот, как вы видите, от скота толка нет. Но, когда начал это делать, посмотрел, что у меня всего один запасной ствол. И поэтому решил пока что не давать. Ну, мне кажется, им и с дробашом неплохо. Они от зомби отбились. Все, вроде бы все. Вроде бы мы этот домик исследовали. Да, я вот сейчас... Нет, в этих комодах, почему-то в этих домах вообще ни одной вещи я не нашел. Все, исследовал. Моя совесть теперь чиста. Так, закрой. И мы с вами двигаемся осматривать вот это загадочно интересное место. Военную базу, ну, это как бы не совсем военная база. Здесь должно быть еще кое-что покруче, скажем так, да. Так, давайте найдем заезд. Как здесь там можно заехать, припарковаться, где-нибудь встать. Это сюда, да, походу, или не сюда. Ага, ага, ага. Так, палаточки, я не знаю. Давайте осматривать издалека. Смотреть, что здесь есть вкусного. Возможно, мы уже придем. Я хотел сказать, подготовленные. У нас будет куча патронов. И, как бы говорится, как бы не так. Так, ничего здесь пока что нет. Нет, это просто фундамент. Эти двери неактивные, не открываются. Поэтому мы с вами будем двигаться потихоньку дальше. Ну, нужно смотреть в оба, потому что не все здесь так просто. Так, ну, явно, что здесь военные что-то искали. Красивенный вид, да, ветряные электрогенераторы, которые мы, наверное, с близка вот так первый раз можем так поблизко, очень близко рассмотреть. Так, давайте искать, а что здесь, друзья, имеется. Так, куча военной техники, которая уже, конечно, застарела, поржавела. Но, тем не менее, атмосферку она создает. Так, создает. Тайгер, тигр здесь какой-то. Опа. А вот, друзья, то, что я искал. Сейчас мы туда, конечно, вернемся. Я пока что посмотрю, что здесь есть еще. Как я и говорил, это непростая, скажем так, военная база. Да? Непростая. Так, это большой ангар, бункер и труба. Блин, ага, вот с этой трубы, я понял. Но мы туда не залезем, здесь все закрыто. Можно было бы по этой трубе, типа, как бы, якобы, добраться. Ага, есть еще крыша этого ангара. Давайте исследуем крышу. И тогда уже отправимся внутрь. Да, так, внимательно, давайте смотрим внимательно. Кстати, я так что-то расслабился, а вдруг здесь есть кто-то, кто не очень будет рад нас видеть. Хотя я знаю, вы мне написали, что здесь есть это кто-то. Но не снаружи, а внутри, скажем так, да? Так, не хочу спойлерить, кто еще не смотрел эту игру. Сам себе еще заспойлерю. Ну, в принципе, здесь снаружи, друзья, красиво, атмосферно, но делать-то особо и нечего. Да, здесь больше ничего нет. Здесь клапаны, вентили, система, возможно, вентиляции, подачи чего-нибудь вот в эту трубу. Скорее всего, вентиляция, да? Но больше ничего нет. Как я умудрился это сделать? Да е-мое! Как, ну, как, ну, блин, ну, е-мое, ну, блин, ну, как ты? Еще, посмотрите, а можно, видите, появилось, что первый раз я могу использовать таблеточки. Или могу просто бухнуть алкоголем. А я как раз их и не взял. Да, к сожалению, к сожалению, я не взял. Опа! Начинается туман. Ну, и бог с ним. Хорошо, пусть туман начинается, друзья. А мы пойдем внутрь и попробуем исследовать. Е-мое, я еле хожу. Обалдеть! Очень не вовремя я подвихнул себе ногу, друзья. Это очень, я скажу, не вовремя. Просто, ну, сейчас мне этого явно не следует делать. Ну, получилось, как получилось. Хотя я спрыгнул, там высоты было, блин, полметра, ну, каких-то несчастных. Так, 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 тихо, 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 тихо. Друзья, вот это то самое место, куда я и собирался. И называется оно шахта. То есть здесь не просто какие-то военные что-то копали. Здесь, друзья, целая шахта. Давайте. Ага, вот так это можно делать, да? Давайте попробуем колоть. Видите, я увидел какой-то ценный минерал, ресурс. И мы подбираем, что это такое. Так, напишите, пожалуйста, в комментариях. Это похоже, друзья, сера. Это похоже, друзья, сера. Так, ладно, но мне нужна не сера. Как вы помните, для производства патронов нужно Айрон и Купер, да? Или, или, ну, короче, бронза, желтые слитки, насколько я помню. Ай, здесь не, не, не как посмотреть. Ой, а мы уже проголодались. Вот так сильно мы проголодались. Давайте попьем. Можно съесть шоколадку, чтобы она не забирала наш слот и нашего инвентаря. Тем более, она пополняет вообще чуть-чуть. И будем исследовать, а что же здесь еще находится. Мне не очень-то подфартило. Вернее, мне вообще не подфартило, я считаю. Я подвихнул ногу, я нажимаю shift и не могу бегать. И мне кажется, для меня это может закончиться очень плачевно. Плюс еще начался туман. И мы просто, как ежики в тумане, пробираемся в самое опасное место в игре. Да, друзья, это самое опасное место в игре. Хрюканье. Есть хрюканье. И я чувствую, мы скоро поймем почему. Я еще не понимаю почему. Но уже слышу хрюкающие звуки. Ничего хорошего. Это явно нам не сулит. Вы же понимаете, да? Значит, где-то здесь находятся зомби. Ух ты. Здесь просто как в фильмах ужасов. Да, вот это атмосферка. Здесь просто как в фильмах ужасов. Бункер заброшенный. Но где-то еще сохранился аварийный источник питания. Где-то, значит, работает генератор, друзья. Где-то работает генератор. Что это? Доска, да е-мое. Кофейный аппарат. Посмотрите, так. Очень похоже на современный. Бутылочка. И... Опа. А это, похоже, еще один выход. Это, похоже, друзья, еще один выход из этого бункера. Так. Подбираем. Да. Копир, получается, стоит. Ну, здесь нормально. Здесь такой офис был. Здесь бункер управления, похоже, был какой-то. И вот такие пролезем или не пролезли. И пролезли мы дальше. Куда мы двигаемся, непонятно. Блин, там было одно ответвление. Но мне не хочется снова с моей же ногой опять. Там еще была какая-то дверь. Но возвращаться уже будет долго. Если бы можно было сбегать, я бы это побыстрее сделал. Так. Смотрим. Исследуем все, друзья. А, вот эта самая труба, которая шла, кстати, зеленым горит. Видите, еще электроэнергия есть. Дверь не открывается. Блок D. На русском написано. Посмотрите. Хотя разработчик из Индии. Единственный разработчик, который делает эту всю игру. Посмотрите. Непосторонним вход воспрещен за этой точкой. Ха-ха-ха. Посмотрите переход. Все лица могут. Все лица могут найти. Ну, это, наверное, степ треш от разработчика. Его подколка. Я так понимаю, да? И вот эта самая труба, которая шла снаружи. Мне кажется, это труба вентиляции. Но если нет... О! Я, кстати, уже снова могу бегать. Отлично. Если я могу бегать, я хотел сбегать чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Вернуться назад и посмотреть, куда шла вторая дорожка. Здесь вот такой бункер. А там вот прямо. Прямо был дверь. Она открыта, закрыта. А, все. Короче, не зря я сюда не пошел. Больше там ловить нечего. Единственный проход получается вот здесь. За полуподнятыми воротами какого-то очередного ангара, бункера. Или что? Ну, честно говоря, друзья, если бы играл сам вот так вот, конечно, зловещая атмосфера. Но так как я с вами общаюсь, пусть и через монитор, немножко это все дело разбавляется. Но вообще как-то жутковато, честно говоря. О! Это ресурс. Это какой-то ресурс. Тихо-тихо-тихо. Давайте попробуем накопать. Так. А кирка, кстати, тоже. Для кирки, видите, тратится стамина. И если вы сюда придете, что это? Айрон ор. Да, друзья, это то, что мне нужно. Это один из тех ингредиентов, которые мне нужно, чтобы скрафтить мой станок для производства этого патриков. Поэтому, вообще, мы сюда пришли ради этих ресурсов. А что будет? Так, давайте, подождите. Давайте сохранюсь. Небольшой экспериментик в игре Мистер Вайл. Вот есть баллон с пропаном, скорее всего. Что будет, если по нему стукнуть киркой? Эх, жаль, нереалистично. Он не взорвался. Так, ладно. Идем. Друзья, я слышу где-то определенно хрюкающие звуки. И мне как-то страшновато, честно говоря, двигаться вперед. Причем еще и в тумане. Короче, повезло, так повезло. Ладно. Я вижу очередной ресурс. Давайте его добывать. Давайте его копать. И мне еще, друзья, надо найти еще один вид ресурсов. И, как вы понимаете, это, ну, насколько я знаю, единственная шахта. Вот такая военная шахта, или как ее назвать. И здесь я так понял, что есть... Блин, где-то хрюкает. Здесь есть разные типы ресурсов. Мы с вами уже нашли серу. Айрон. Это железо или сталь. Да, насколько я понимаю. Вот, я еще вижу. Это ресурс? Это ресурс? Давайте, да. Это ресурс. Давайте его примем. Но мне нужен такой коричневатый, типа меди. Что-то в этом роде. Мне кажется, это немножко не то. Подождите. Это что, соль, что ли? Обычная соль? Мне кажется, это обычная соль. Так. Давайте что-то начнем сейчас выкидывать. Потому что мне просто копер. Копер. Кажись, мне нужно было копер и айрон. Да. Так, ладно. Короче, все, что вижу, я буду сейчас добывать. Даже в ущерб тому месту, которое у меня имеется. Повыкидываю обычные ресурсы, которые я могу найти везде в открытом мире. А здесь они, как вы понимаете, уникальные. Давайте просто обычную соль выкинем. Не так часто мы их готовим. Если что, еще повыкидываю бутылочки. И, ну, это просто обычный цементный блок. Ничего. А вот это уже снова, мне кажется, сера. Да. Давайте немножко ее подлутаемся. Пока что все идет хорошо. И пока что я не понимаю или не нашел той опасности, о которой вы мне писали. Что это конец бункера? Ё-моё. Значит, где-то здесь есть еще, друзья, ходы, проходы. Мы нашли, посмотрите, очередной тупичок. Так. Беру, 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 беру. Все хорошо. Так. Все у меня есть. Так. А, кстати, какая 92% не так быстро она портится нормально. Но это, как вы поняли, тупик. Ладно, двигаемся дальше. Давайте двигаться дальше и проверять, куда же, собственно, ведет эта шахта. Направление. Я, короче, иду вдоль трубы, получается. Вдоль трубы, которая снабжает, я так понимаю, кислородом, мне кажется, этот весь бункер, шахту. Или что это вообще такое? Так, очередной ресурс. Копаем. Можно. Да, вот видите, они могут быть не только на полу, но могут быть вот так еще на стенах. Копаем, копаем, бьем, бьем, бьем. Стаминка есть. Блин, а что делать, когда закончится стаминка? Я спать здесь? Ну, точно бы не рискнул. Так. Какой это ресурс? Голд ор. Так это еще даже золото, друзья. Ё-моё, мы золото копатели. А выглядел просто черным, как какой-то уголь. Да здесь, здесь куча шикарных ресиков. Ё-моё, прикольно. Бьем, копаем, копаем, собираем. Единственное, меня смущают маленькие мои показатели стамины. Опс. Не помещается. Давайте что-то выкинем. Выкинем нафиг бутылки. Бухать не будем. Нельзя бухать. Везде опасность. И мне кажется... Хотел сказать, закончился туман. Закончился или не закончился туман? Как думаете? Мне кажется, подзакончился уже. Так. Что это такое? Проглядывается. Снова золото? Мне кажется, снова золото. Потому что там есть прожилки такого золотого. Да, золото. Ё-моё, мы богачи. Так, мы будем в зомби-апокалипсисе с самыми богатыми выживальщиками. Так, окей. Отлично. Куда мы двигаемся? Мы двигаемся сюда. Идем дальше. Так, и вроде бы закончились хрюкающие звуки. Да, вместе с туманом все прошло отлично. Блин, да сколько. Здесь много ресурсов, друзья. Здесь много ресурсов. Но, так как эта шахта, скажем так, единственная. И сюда просто так не наездится. Поэтому мы будем копать по максимуму. Я думаю, все нам пригодится. Блин, давай, саминка. Давай, 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 саминка. Так, давайте подумаем, что мы еще с вами выбросим. Что нам особо не нужно? Топорик топориком хорошо, друзья, разбивать эти машинки и доставать с них разные-разные части. А может мы можем зарядиться или нет? Мы можем там закинуть патроны, чтобы они исчезли. Так, набрали. В принципе, нормально еще набрали патрика. Посмотрите. Так, эрочка. Так, зарядимся. Посидимся. Ну, что можем, что можем по максимуму. Так, и все равно ничего не исчезло. Жаль. О, три доски. Даешь ты, колс. Так, эмммм. Понятно. Так, короче, три доски. Это мы такое всегда сможем компенсировать. Поэтому копаем себе дальше. Будем набирать ресурсиков. О, так, а что нет? Здесь ничего не копает со стаминами. Короче, здесь очень много, друзья, всего. Да. Так, лутаемся, лутаемся, лутаемся. И копер, копер. Отлично. Мне и копер нужно. Блин. Придется чем-то жертвовать. Чем мы пожертвуем с вами следующим? Ай, дайте посмотреть. Кстати, у меня были, видите, одни виды антибиотиков. Но почему-то мой персонаж их есть и пить не захотел. Переборчивый вот такой вот, понимаете ли. Так, хорошо. Берем медь, идем дальше. Я вижу, еще сфера лежит. Так, ладно, давайте посмотрим, что здесь есть еще, друзья. И потом я, наверное, буду возвращаться. Да, здесь куча-куча ресурсов. Ух ты! И мне кажется, мне придется вернуться снаружи, чтобы перегрузить это все, в принципе, в рейндж-рой. Кур поместится. Я думаю, за два разика, за два, за три разика мы все это вывезем. Но! Я нашел какой-то тайный ход. Вы посмотрите, куда-то он ведет. Но, к сожалению, здесь красные лампочки. И, насколько я так понимаю, питания нет. А вот, возможно, можно подать как-то генератором, что ли, или что. Я не знаю, что... Нет, питания нет. И поэтому мы с вами пройти дальше в эту сторону не можем. Но запоминаем, что здесь есть еще два типа ресурса. Да, вот здесь я выкинул. И есть еще дальше. Идем вдоль, короче, трубы. Так, и двигаемся дальше. И здесь очередные палатки. Кстати, посмотрите, палатки. Где у меня фонарик? Есть? Нету. Вот, есть фонарик. Рация. Ага, здесь с кем-то, получается, да еще что-то делали, что-то жили, функционировали. Но, к сожалению, нечего, нечего взять. Вообще, хоть бы оставили после себя что-то. Какие-то странные археологи, копатели. Не знаю, кто здесь был до меня. Но, да, еще ресурсы. Ресурсов, друзья, много. То есть, по-любому придется несколько раз ходить к машине, я так понимаю, чтобы все это дело... Ух ты, е-мое. Накопать. Так, ну и упираемся. Упираемся мы в какие-то двери. Берсеркер. Посмотрите, друзья, на это. Это же... А это тот самый, друзья, босс, о котором вы мне рассказывали. Так, давай-давай, вали. Блин, а как с ним сразу? Я уже, я уже истекаю кровью. Тихо, он бросается. Вы посмотрите, что творит. Ай-яй-яй, тихо-тихо-тихо. Ай! Так, блин, нет, нет. И на этом, я так понимаю, приходит моя кончина, да? Ну, конечно же, я не буду, наверное, вот так делать. Потому что я потеряю сразу... Ой-ой-ой-ой-ой. Посмотрите, сколько всего я потерял. Мне придется еще... Я сейчас еще умру по-любому, да? Смотрите, восстановился, еще и умираю. Так, короче, мне по-любому придется восстановиться с последней сейки. Потому что я потерял половину своего инвентаря. Но вы это успели увидеть? Это был Берсикер. Самый сильный, да, наверное, и единственный босс в игре. Не знаю еще, пишите свои комментарии, как мне с ним сражаться. Потому что меня он убил очень, как вы видели, быстро. Я, в принципе, ничего ему и не смог взять. Раза три-четыре я выстрелил, попал, не попал. И на этом, в принципе, все. Я надеюсь, вы мне подскажете, как мы будем одолеть этого Берсерка, если его вообще реально убить. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, и я очень буду ждать записи следующей серии. Потому что меня этот Берсерк лично очень заинтриговал. Ну, и, конечно же, соберу все ресурсы, которые доступны. Обнесу эту шахту. И мы с вами в следующей серии продолжим исследовать ее дальше. Что там есть после этого боссика. На этом все, друзья. Всем спасибо. Очень жду ваших советов и рекомендаций в комментариях. Пишите, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. И, конечно же, до скорой встречи в новом видео.